Алексей Исаев Алексей Исаев Алексей Исаев Алексей Исаев Шестокой, самой кровавой за человеческую историю войны. И у него это получается очень хорошо. Вот в течение тех нескольких дней, что мы общаемся, я в этом наглядно убедился, потому что он видит разные пласты военной истории. А пласты действительно разные, потому что есть правда политиков, есть правда генералитета, есть аккомптная правда, есть правда гражданских людей, которые видели, созерцали эту войну, есть многочисленные документы. И вот его задача разобраться на основании вот этих разных пластов правды и найти ту истину, те истинные критерии, которые характеризуют те или иные этапы и узловые моменты Второй мировой войны. Вот об этом мы и попросим его сегодня рассказать. Здравствуйте, уважаемые гости. Я очень рад, что мне удалось побывать в городе Нарви, город неразрывно связанный с российской историей и с российской военной историей. Первое, что мне хотелось бы сказать, это несколько слов о состоянии с архивами в России, поскольку для историка архивы это основной источник сокровенного знания о событиях прошлого. Бытует легенда, что архивы закрыты на большие амбарные замки, что неангажированные властью историки не могут туда попасть. Я, конечно, не могу говорить за абсолютно все архивы, но что касается главного архива, в котором содержатся документы периода Великой Отечественной войны, это Центральный архив Министерства обороны в городе Подольск под Москвой, этот архив доступен в том числе и для независимых исследователей, к коим я отношусь. И я, собственно, не один человек, который работает с архивными документами, не будучи сотрудником каких-либо государственных научных учреждений. И в этом отношении я могу сказать, что начиная с начала 2000-х годов, я скоро уже 10 лет, даже больше уже 10 лет, как работаю в архиве в Подольске, ситуация непрерывно улучшалась. Качественный скачок был в 2007 году, когда благодаря приказу министра обороны номер 181, тогда еще это был Сердюков, были официально объявлены рассекреченными все документы войны, и ситуация значительно улучшилась, и даже те документы, которые были помечены по тем или иным причинам секретно, часто по абсурдным, если так вот с обычной бытовой логикой рассуждать, причинам секретно, они оказались рассекречены. И вопрос именно в том, чтобы их обрабатывать, потому что я, когда открывал архивные дела, регулярно натыкался на то, что в последний раз до меня эти же страницы листали в 50-х, 60-х годах, в лучшем случае в 80-х. Причем это листали слушатели военных академий при подготовке недоступных широкой публике диссертаций, каких-то дипломных, может быть, работ, и поэтому поле непаханное. То есть вопрос не в том, что архивы закрыты, а в том, что люди, иной раз даже официальные историки, ленятся туда ходить и извлекать информацию. В ней не работа идет, и, разумеется, архивные документы использовались при подготовке нового 12-томника истории войны, который закончит свой выход к 2015 году. Уже есть три тома, и я участвовал в первом и пятом томах. Соответственно, это будет история войны, идея идеологизированная, но, естественно, будет немало уделено времени экономике и политике, и войне в целом. Прибалтику я считаю тем, той областью, которая оказалась во период Второй мировой войны на перепутье. И всегда, когда мы оцениваем документы, мы должны осознавать для себя, что те люди, которые писали, писали их чаще всего для себя. Это касается, в первую очередь, каких-то оперативных документов, каких-то планов. Они знать не знали, кто будет через 20, 30, 70 лет их читать. Поэтому они писали для своих целей, и в этом отношении можно быть в значительной степени, в подавляющем большинстве случаев уверены, что эти документы дают нам ту информацию, которая достаточна для построения целостной картины событий. Поэтому, когда мы говорим о каких-то событиях, нужно смотреть иной раз на них глазами тех людей, которые принимали решения тогда, именно тогда, с тем знанием, которое имелось у них в тот период. Если говорить о Прибалтике, то позволю себе провести такую аналогию. Представим себе человек, который смотрит на события до лета 40-го года. Что же он видит? Он видит, например, пример очень близкий по своей сути к Прибалтике, это Норвегию. Когда весной 40-го года Германия практически молниеносно с помощью воздушных десантов и морских десантов сумела сломить оборону войск этой страны и занять ее для того, чтобы обеспечить себе подвоз шведской руды. И если смотреть на Норвегию глазами советского руководства, сразу же встает перед глазами картина Прибалтики, что вот эти три Прибалтийских республики, образовавшиеся после распада Российской империи, после революции 1917 года, они практически в точности, даже в несколько уменьшенном масштабе, в силу более географической компактности региона, могут повторить судьбу Норвегии. Что немецкие воздушно-десантные части, что немецкие моторизованные части, могут практически молниеносно занять этот регион. Поэтому, естественно, советское руководство пользовалось любыми возможностями для того, чтобы вовлечь эти страны в орбиту своего политического влияния и обеспечить этот регион какой-то военной защитой. Началось все еще, как все знают, в 1939 году с размещения баз. И вот после событий весны и начала лета 1940 года все резко ускорилось. И пример Норвегии, разгром Франции, заставил советского руководства принимать энергичные меры, может быть, даже жесткие, действительно, предпринимать какие-то угрозы, даже силы в отношении правительства и Балтийского государства. Но надо всегда помнить и смотреть на эти события глазами человека из июня 1940 года, который видел, который читал газеты о Норвегии, когда внезапной, действительно, внезапной, неожиданной практически атакой целая страна была захвачена. И напомню, опять же, дошли англичане. Англичане не дошли. Точно так же могла не дойти странам Прибалтики советская помощь. И если бы Прибалтик оказалась захвачена молниеносным ударом, то немецким танкам нужно было идти до Ленинграда, до центра, одного из центров военной промышленности Советского Союза, города, в котором находился завод по производству тяжелых танков, легких танков, пороховой завод Шлиссельбургский. Противник, который уже было понятно, что противник – это Германия, он бы оказался в упор у этого центра военной промышленности, имевшего огромное значение для оснащения Красной Армии техникой. И вот, зная все это, мы уже смотрим на события в Прибалтике куда менее замыленным взглядом, менее политизерным, и понимаем, что было сугубо военное значение всех этих событий. Я вообще всегда стараюсь смотреть, я являюсь военным историком. То есть тема моей диссертации, например, это боевые действия Юго-Западного и Южного фронтов 22 июня, 9 июля 1941 года. Я изучаю боевые действия. И даже политические события, такие как Мюнхенский сговор, такие как Пакт Молта и Риббентропа, я всегда их исследую с точки зрения военного историка. Всегда у этих событий есть военная подоплека. Что заставляло лидеров западных демократий пойти на уступку Гитлеру в 1938 году? Чемберлену, главе британского правительства, сказали, если немцы полетят на нас химическим оружием, немецкие бомбардировщики будут сыпать химические бомбы на Лондон, нам защищаться нечем, наше ПВО состоит из Биплана. До Ладье французскому лидеру военные сказали, у Франции нет авиации. И вот с этими данными, прежде всего сугубо военными, они ехали в Мюнхен и приняли то решение, которое мы знаем. Они приняли решение отложить войну с Гитлером на наращивание ПВО, на строительство авиации, и пошли на попятные. Отказались от вступления в боевые действия и того, чтобы вступиться за Чехословакию. И точно так же такая же военная подоплека просматривается в пакте Молотова-Риббентропа, когда Сталин практически каждый день переговоров с англо-французской делегацией спрашивал отчета у Ворошилова. И его интересовал простой момент. Есть ли у западных союзников четкий план действий по противодействию Гитлеру? Что будет, если будет война? Потому что Советский Союз всегда исходил от войны. И не увидев этого плана, советский лидер был поставлен перед выбором и сделал выбор в пользу того, чтобы взять тайм-аут. Вот этим тайм-аутом на строительство армии стал договор, известный сейчас как пакт Молотова-Риббентропа. И вот у всех этих событий есть военная подоплека. И тем более, всегда, когда шла война, всегда действовали сугубо военные соображения для того, чтобы что-то делать или что-то не делать. И под этим углом зрения, когда я смотрю на всю историю 30-х и 40-х годов, многое становится кристально ясно. Поэтому, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Я постараюсь их максимально точно осветить. Все самое интересное. Смотрите на факт е-е-е. На факт е-е-е. Смотрите на факт е-е-е. Смотрите на факт е-е-е. 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 На факт е-е-е. На факт е-е-е. О, е-е-е. Это факт. Факт ЕЕ! Мы в Адуа! Мы берем у вас в Адуа! Смотрите на факт ЕЕ!